привет меня зовут ольга и вы на канале о вязании сегодняшнем видео мы с вами свяжем полностью от начала и до конца вместе со сборкой поросенка маленького такого вот замечательного плюшевого поросенка вяжется он достаточно быстро у меня на вязание такого поросеночка уходит примерно полтора два часа у вас может быть побольше с учетом того что все таки пряжа это плюшевая фактурная и петель не видно в видео я вязала этого поросенка из этой пряжи я обязательно озвучиваю каждую каждую петельку и полностью рассказываю что делаю если вдруг вам что-то будет не видно то в любом случае будет слышно ну что ж у меня готовы вот такие вот пять поросят я вижу игрушки в рамках моего плана 100 за месяц и вот это очередная пара партия игрушек которые меня готовы если хотите узнать подробнее что же это за такой план и и как я его выполняю то ссылочки обязательно на эти мастер-классы я для вас в описании к этому видео оставлю а также следующий год поросенка 2019 год поросеночка и такая игрушка станет прекрасным сувениром на новый год я думаю что уже многие начинают готовиться во всяком случае если не вяжут то хотя бы смотрят и выбирают какие-то идеи для себя и вот такой вот маленький поросеночек это стала вторая игрушка поросенка которая есть на моем канале я очень надеюсь что вам такой поросенок нравится и вы вместе со мной его свяжите а также у меня в скором времени будет готова вся серия игрушек вот таких вот малышей плюшевых и как только они будут появляться я сразу буду в описании к видео писать ссылочки на те или иные игрушки ну и когда у меня будет вся компания животных таких маленьких плюшевых готовы я обязательно сделаю обзорное видео ну соответственно кто не подписан на мой канал обязательно подписывайтесь очень много будет новинок у меня очень очень много мыслей в голове очень много планов поэтому надеюсь что все их реализую все успею и все для вас я сниму все мастер-классы как что делается видео как я говорила уже очень подробное полностью от начала и до конца я вижу игрушку вместе с вами в том числе и сборка и вышивка то есть полностью полностью все как вы любите ну что ж а на этом я думаю что болтать хватит давайте перейдем к материалам и скорее начнем вязать и так для вязания такого маленького поросеночка нам с вами понадобится пряжа софти ализе софти двух оттенков это ярко-розовый и светло-розовый в линейке пряжи ализе софти очень большое количество розовых оттенков розовых цветов и те поросят о которых я связала это в принципе варианты оформления именно из пряжи софти в принципе вы можете вязать из любой плюшевый пряжи можно даже из полухлопковой пряжи из акрила из шерсти в общем из любой абсолютно пряжи который у вас есть под рукой это могут быть какие-то остатки это может быть я не знаю там какой-то новый моточек этой пряжи которого не пользуетесь то есть конечно желательно чтобы хотя бы соблюдался оттенок розовый и в идеале двух цветов то есть если будете вязать не этой пряжи пряжа должна быть по толщине соответствует друг другу чтобы было удобно вязать и соответствовала плотность итак берем пряжу ализе софти двух оттенков я вывязываю остатки поэтому я не скажу вам какие-то номера цветов сожалению значит на одну такую игрушку у меня уходит пол моточка ализе софти и для декора вот этих вот лапок я не знаю там совсем чуть-чуть у меня ушло этого ярко-розового цвета также нам с вами понадобится крючок номер четыре вязать из этой пряжи мы будем две ниточки для того чтобы игрушечку получилось более объемно если будете вязать в одну ниточку я думаю что она будет вот такого примерно размера ну и соответственно если будете вязать из пряжи что-то вроде ализе cotton gold или yarnart джинс то вот такая вот примерно будет игрушечка маленькая также нам с вами понадобятся ножницы ниточка черного цвета ирис я использовала можно заменить любыми швейными нитками черного цвета можно заменить ниточкой мулины ну или любой другой ниточкой желательно чтобы она была потоньше чем пряжа который вы вяжете для этой ниточкой мы будем с вами вышивать пятачок и делать бровки также нам понадобятся безопасные глазки на крепление на гвоздиках диаметром 7 миллиметров можно брать 8 миллиметровые 6 миллиметровые не смотрятся то есть это маленькие будут глазки для именно такой игрушки а вообще глазки подбирайте самостоятельно под вашу плотность вязания и под ту пряжу которую вы будете вязать я использовала 2 иголочки 1 иголочка я сшивала детальки вот это вот большая толстая мне ей удобно сшивать плюшевую пряжу и иголочка поменьше я ей вышивала пятачок и делала бровки также нам нужно будет немного наполнителя мы его будем добавлять только в голову и в туловище ну и ленточка если вы будете декорировать бантиком поросенка ну что ж по материалам инструментом это все все что нужно для вязания безопасные глазки пряжу вы все можете купить в том числе и крючок вы можете купить на моем сайте ссылочку для вас в описании к этому видео я оставлю а также в описании к этому видео есть ссылочка на поддержку моего канала если у вас есть желание возможность то можете поддержать мой канал финансово есть также все ссылочки как это можно сделать ну что же мы переходим к вязанию берем пряжу ализе софте в две ниточки я для копытца беру ярко-розовый цвет и этой пряжи мы делаем магическое кольцо крючочком номер четыре делаем магическое кольцо и в него вяжем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6 колечко стягиваем причем стягиваем так чтобы вот эта вот ниточка от магического кольца она у нас осталась наружи оставляем ее не внутри как обычно а снаружи прокладываем контрастную ниточку и во втором ряду мы вяжем 3 прибавления вяжем столбик без накида прибавление первое в одну петельку 2 столбика снова столбик без накида прибавление столбик без накида и последняя петелька прибавления мы с вами связали второй ряд в ряду у нас 9 петелек следующий рядочек 3 вяжем без прибавлений 9 столбиков без накида 1 2 3 здесь вяжем все на ощупь петелек не видно 4 5 6 7 8 и 9 столбик вяжем не до конца меняем цвет пряжи на цвет туловище нашего поросеночка и довязываем этот столбик уже светло-розовой пряжей вот эту ниточку ярко-розовой тоже можно обрезать следующий рядочек 4 вяжем тоже 9 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 6 7 8 и 9 следующий ряд у нас с вами идет 5 и здесь мы делаем убавление вяжем столбик без накида убавление столбик без накида убавление столбик без накида 2 убавление столбик без накида и третье убавление мы связали пятый ряд в ряду у нас 6 петель и хвостики от смены света пряжи мы с вами связываем между собой и оставляем их внутри и следующие три рядочка мы вяжем по 6 столбиков без накида то есть 6 7 8 и 9 рядочек вяжем по 6 столбиков и так 6 ряд 1 2 3 4 5 6 7 ряд 1 2 3 4 5 6 и последний 8 ряд 1 2 3 4 5 и 6 и теперь нам с вами нужно связать обе части нашей ручки вместе вкалываем крючок в следующую петельку и с другой стороны вяжем столбик без накида 1 снова 2 и 3 обязательно нам нужно 3 столбика без накида здесь мы с вами ниточку закрепляем и обрезаем оставляем небольшой хвостик для того чтобы его спрятать в туловище и вот у нас с вами практически готова наша ручка и что мы делаем вот с этими хвостиками зачем мы их оставляли смотрите мы с вами одну ниточку продеваем насквозь через рядочки и подтягиваем и вот эти теперь два хвостика нам нужно с вами связать и связать так чтобы у нас получилась имитация копытца при этом пряжа достаточно не такая плотная как хотелось бы до сильно аккуратненько тяните чтобы не порвать ее если с этой пряжи не получается то придется взять другую хлопковую ниточку можно обычные швейные нитки использовать и с ней попробовать стянуть ну либо вообще не стягивать но мне хочется сделать имитацию копытца вот видите что-то похожее на копытца получилось еще разочек давайте завяжем теперь хвостики покороче обрежем и их можно спрятать внутрь что-то похожее видите у нас с вами получилось то есть не совсем такой круглый а есть такое углубление как у копытца у поросеночка и таким образом мы с вами вяжем еще одну ручку и так у меня готовы две верхние лапки поросеночка и ножки то есть нижние лапки мы вяжем точно также единственное что оставляем достаточно длинные кончики для того чтобы нам пришить эти ножки видите я оставила кончики одной ниточки длинные поскольку я буду пришивать в одну нитку вторые хвостики я оставила покороче просто для того чтобы связать и спрятать внутрь и таким образом мы вяжем 4 одинаковые ноги на лапках оставляем ручки эти кончики покороче на ножках мы оставляем по длиннее и переходим к вязанию туловища для туловища пряжей цвета тела нашего поросеночка в моем случае это розовый но посветлее просто розовый цвет делаем магическое кольцо и в него вяжем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6 кольцо стягиваем прокладываем контрастную ниточку между рядами и во втором ряду вяжем 6 прибавлений в каждую петельку первого ряда по два столбика без накида 1 2 следующая петелька 3 4 следующая петля 5 6 следующая 7 8 следующая 9 10 и последняя петелька 11 и 12 мы с вами связали второй ряд в ряду 12 петелек следующий ряд 3 вяжем столбик без накида прибавления столбик без накида 1 прибавление, столбик без накида 2 прибавление, столбик без накида 3 прибавление, столбик без накида 4 прибавление, столбик без накида 5 прибавление, столбик без накида и последнее 6 прибавление. Мы с вами связали третий ряд, в ряду 18 петелек. Следующий ряд 4 вяжем 2 столбик без накида 1 столбик 2 1 прибавление 1 столбик 2 2 прибавление 1 столбик 2 3 прибавление 1 столбик 2 4 прибавление 1 столбик 2 5 прибавление 1 столбик 2 и последнее 6 прибавление мы с вами связали 4 ряд в ряду 24 петельки. Следующие 3 ряда 5 6 и 7 вяжем без прибавлений по 24 столбика без накида в ряду. Эти 3 ряда вы свяжете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Я связала седьмой ряд в рядочке у нас 24 петельки в восьмом ряду мы начинаем делать убавление вяжем 2 столбика без накида убавления 1 2 1 убавление 1 2 2 убавление 1 2 3 убавление 1 2 4 убавление 1 2 5 убавление 1 2 и 6 убавление мы связали 8 ряд в рядочке 18 петелек следующие два ряда 9 и 10 вяжем без убавлений 18 столбиков без накида эти два ряда вы свяжете самостоятельно и возвращайтесь ко мне мы связали 10 ряд в ряду 18 петелек следующий ряд 11 и здесь мы делаем 3 убавления вяжем 4 столбика без накида убавлю 1 2 3 4 первое убавление еще раз 1 2 3 4 второе убавление 1 2 3 4 и 3 убавление мы связали 11 ряд в ряду у нас 15 петелек следующий ряд 12 будет последний и в этом ряду мы с вами ввязываем ручки то есть верхние лапки и именно поэтому мы начали вязание поросенка именно с лапок верхней поскольку нам с вами нужно будет их вязать что как мы здесь поступаем с вами мы вяжем 3 столбика без накида 1 2 3 теперь берем одну ручку прикладываем ее ниточкой к крючку ближе и эту ниточку пропускаем внутрь туловище захватываем петельку руки вкалываем крючок в следующую петлю туловище и вяжем столбик без накида 1 следующая петелька руки и следующая петелька туловище 2 и последняя петелька ручки и следующая петля туловище 3 затем вяжем 4 столбика без накида 1 2 3 четвертый берем вторую ручку и располагаем так чтобы хвостик был дальше от крючка то есть вот таким образом вкалываем в крючок в первую петельку и захватываем петельку туловище первый столбик следующая петелька руки и туловище 2 следующая петелька руки и туловище 3 и у нас остается с вами два столбика без накида до конца ряда ниточку прокладываем внутрь 1 и 2 все туловище нашего поросенка готова здесь мы ниточку фиксируем вытягиваем через следующую петлю через петлю которая на крючке снова через петельку на крючке и обрезаем голову к туловищу я пришиваю в 2 ниточки так надежнее мне кажется и оставляем достаточно такой длинный хвостик чтобы нам хватило его пришить голову туловищу и таким образом смотрите у нас с вами готова рубашечка для нашего тела вместе с ручками для нашего поросенка и на мой взгляд такое крепление рук она очень прочная то есть мы просто ввязали в туловище ручки и делается это именно так ножки я принципиально не ввязываю хотя тоже можно ввязать ножки вот где-то вот в этом ряду но поскольку если просто ввязать их то они будут болтаться мы будем мышечку пришивать вот таким вот образом чтобы они облегали туловище но позже я вам это покажу все как я пришиваю и на этом смотрите туловище с ручками готова и мы переходим к вязанию головы